В эфире БукТВ. Итоги недели. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Главный праздник хлеборобов Дожинки состоялся на Брещене. Сегодня в центре внимания лидеры агропромышленного комплекса области. Заслуженные награды получили люди дела и предприятия – передовики. Как и чем, сегодня живет открытое акционерное общество Остромечево о планах и перспективах знаменитого хозяйства. В канун юбилея вела разговор Ирина Ольшова. Большие стройки – спецрепортаж Анастасии Стропко о строительстве новых магистралей и реконструкции уже имеющихся. Светлана Семенова – учитель с большой буквы, руководитель с большим стажем, почетный гражданин города Бреста. Как всю жизнь любить свою профессию узнавала Виктория Саченко. И прямо сейчас об этом и не только. Главный праздник хлеборобов Дожинки состоялся сегодня на Брещне. Мероприятие – это хорошая многолетняя традиция. В рамках торжеств чествуют лидеров агропромышленного комплекса области. Заслуженные награды получают люди дела и предприятия – передовики. Одним словом, все те, кто своим трудом и неравнодушным отношением внесли весовый вклад в общий коровай, а также те, кто будет сохранять, перерабатывать и реализовывать собранный урожай. В 2018 году на сцену поднялись десятки человек, а город, принимающий героев жатвы, погрузился в особую атмосферу. Стартовал областной праздник урожая с открытия спортивного объекта. В Высоковской средней школе появился мини-стадион. Право первого удара по мячу на новой площадке получил председатель Брестского обл. исполкома Анатолий Лис. Далее – праздничное шествие дружеников села в торжественной колонии люди, принявшие непосредственное участие в создании областного коровая. Несмотря на капризы погоды, наша область смогла получить достойный результат. Урожай не бьет рекорды, но и причин для беспокойства нет. У нас самая высокая урожайность в республике на сегодняшний день, зерновых и зернобобовых практически, они закончены в республике. 5 миллионов, больше 200 тысяч намолочено в целом в республике. У нас каравай составил 930 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Это неплохой результат. Конечно, мы получали значительно больше, и в этом году ниже, и урожайность, и валовый сбор. Но вместе с тем, по сравнению с другими, это неплохой результат. Кроме того, у нас есть кукуруза на зерно, которую мы компенсируем, и зерна в целом у нас будет больше миллиона 100 тысяч тонн. Заслуженные награды, аплодисменты и слова благодарности в этот день – все для хлеборобов и в честь хлеборобов. О значениях нелегкого ежедневного труда сложно переоценить. Сами аграрии героями себя не считают. Говорят, просто стараются выполнить свою работу качественно и в срок. Учиться, учиться, еще раз учиться. Без науки никуда. Эти первые, вторые, третьи места – это люди, которые учатся, что-то познают новое, что-то новое применяют. Без новых технологий теперь никак. Особенно в этот год показал. Если не применять новые технологии, ничего не получишь. Специальный материал об областном празднике урожая смотрите в эфире БУГ-ТВ во вторник в программе БУГ-Информ. Известных сельскохозяйственных предприятий в Брестской области немало, но вот по-настоящему успешных и перспективных можно сосчитать по пальцам. Открытое акционерное общество «Остромечево», что расположено в Брестском районе, из их числа. Одно из старейших и наиболее крупных в сельскохозяйственной отрасли не только на Брещене, но и в целом по Республике Беларусь. В феврале 2019 года предприятие отметит 70-летний юбилей. Сегодня открытое акционерное общество «Остромечево», которым руководит Олег Бурак, по праву носит статус флагмана отрасли, одновременно являясь одним из наиболее успешных предприятий по производственно-экономическим показателям и развитию социальной инфраструктуры. Животноводство и растениеводство, зверохозяйство и производство плодов и ягод в Остромечево знают цену каждому килограмму и литру произведенной продукции. У Брещен первое знакомство с остромечевскими товарами происходит с ассортиментной линейки под маркой «Остромечевские просторы» и «Великолепных яблок». Как и чем сегодня живет предприятие и какие планы на будущее строят аграрии, выясняла Ирина Ольшова. Торговая марка «Остромечевские просторы» на прилавках брестских магазинов появилась почти 8 лет назад. Продукция пользуется неизменным спросом у покупателей за высокие качественные показатели и отменный вкус. Предприятие «Брестское мороженое» выпускает и поставляет в сеть пастеризованное молоко, сметану и творог, сделанный только из молока, произведенного в открытом акционерном обществе «Остромечева». Очень нравится этот продукт, хороший, жирность хорошая в нем, вот, ребенок любит, поэтому постоянно беру «Остромечевскую сметанку» и молоко. Мне нравится качество молока. И всегда, когда оно полежит, и может это не то, что когда-то бывает, что может целую неделю, две недели молоко, а оно полежит пару дней и видно, что оно натуральное, понимаете. О натуральных продуктах директор открытого акционерного общества «Остромечева» Олег Бурак знает практически все. Он возглавил предприятие чуть больше двух лет назад, но пройдя весь путь от полевода до руководителя, четко знает, главное в хозяйстве – это человеческий фактор, поэтому застать директора в кабинете практически невозможно. Рабочий день Олега Бурака проходит в разных точках предприятия, а это вся территория Лыщицкого сельсовета, в которой 17 населенных пунктов. В хозяйстве на сегодняшний день у нас работает 760 человек, 135 специалистов, из них 70% с высшим образованием. То есть один, как говорится, в поле не воин, поэтому должна быть команда, должны быть специалисты, каждый на своем месте, агроном за растеневодство отвечает, за техник отвечает, за животноводство, начальник комплекса за комплекс, начальник сада отвечает за сад. То есть когда на своем месте специалист грамотный, который решает вопросы, тогда и управлять оно, будем говорить, несложно. Главная гордость предприятия – мясомолочное животноводство. В дальнейшем году в Остромичево введен в строй новый молочно-товарный комплекс с современной фермой и доильным залом с карусельной установкой на 40 голов одновременно. За час здесь выдаивают 200 коров. Сегодня 2600 единиц дойного стада обеспечивает поставку порядка 65 тонн молока ежедневно, из которых 75% продукции – класса «Экстра». 50 тонн астромического молока отгружается на брестское мороженое. Параллельно у нас ведется реконструкция на нашем брестском мороженом заводе, которые также расширяют мощности для производства продукции, переработки. Мы их должны обеспечить сырьем. То есть это шло параллельно. Мы расширяемся и идет реконструкция на брестском мороженом. То есть параллельно для того, чтобы увеличить мы производство, а не переработку нашего молока. То есть это в тандеме идет. Больше молока, больше денег, больше добавленная стоимость, соответственно, экономика хозяйства. В основе экономики открытого акционерного общества Остромичева находится также и выращивание крупного рогатого скота. Это главный источник дохода. Сегодня модернизированный животноводческий комплекс насчитывает порядка 8 тысяч бычков. Превесы в хозяйстве рекордные, даже для страны в целом – около 1 килограмма в сутки. Мясо сдают на Брестский мясокомбинат, а оттуда оно уходит в Россию. Ежегодно реализуется порядка 4 тысяч тонн говядины. В настоящее время у нас на комплексе содержится 8,5 тысяч бычков. Ежегодно мы, то есть каждый месяц мы сдаем 600 голов на мясокомбинат. Весом, средний вес идет 600 килограмм. В мясном скотоводстве у нас еще есть очень большие резервы. Мы сейчас будем приступать и параллельно идем, делаем реконструкцию, модернизацию комплекса нашего, которому уже более 36 лет. Для того, чтобы увеличить производство мяса, говядины, она всегда была и будет востребована. Сердце любого сельскохозяйственного предприятия – это мехдвор. У Остромечева их четыре. Постоянное обновление технической базы, новые грузовики, зерноуборочные комбайны, косилки, погрузчики, тракторы и прицепы – это не только часть большой работы по увеличению доходности предприятия. Это забота о рабочих буднях сотрудников. Человек, он, наверное, всегда стоял во главе труда нашего, и без человека, без работника мы ничего не стоим, какой бы ты руководитель ни был, но если у тебя не с кем работать, то ничего не сделаешь. Даже один человек, он имеет для нас огромное значение, потому что за прошлый год каждый из наших работников заработали для хозяйства более 30 тысяч долларов. Это немаловажно. К слову, не мясом и молоком единым живет хозяйство. О яблоках из остромеческих садов знают не только в белорусских торговых сетях, но и в России и Польше, куда они идут на экспорт. Здесь же в хозяйстве готовят и высококачественный натуральный яблочный сок. Гордятся на предприятии и пушным звероводством. В остромечево выращивают норок, а также занимаются пошивом из выделанного меха верхней одежды, головных уборов и различных аксессуаров. И все же главная уникальность остромечевского чуда не в его многофункциональности, а в кадрах, которые грамотно подбирает руководитель и в отношении людей к своему делу. Да и оптимизма у хозяйства, которое в феврале 2019 года отметит свой 70-летний юбилей, не занимать. В садоводстве у нас очень большие перспективы. То есть нам надо уже создавать сад промышленного типа с поливом, для того, чтобы он регулярно плодоносил, для того, чтобы выход товарного яблока был 80-90%. На сегодня мы имеем только 60, это очень мало. Второй год мы являемся плем-предприятием по звероводству. В каждой отрасли у нас есть над чем еще работать, поэтому перспективы остромечево долгосрочные, я думаю. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска «Букинформ». В выпусках новостей на БукТВ наши корреспонденты регулярно рассказывают о крупных стройках, которые есть в областном центре. Не раз шел разговоры о Кобринском путепроводе и о западном обходе. Но процесс там имеет серьезный темп. Изменения происходят очень быстро. В следующем материале мы расскажем о том, чем сегодня живут большие стройки города над Бугом, а также спросим у водителей, готовы ли они терпеть временные неудобства ради будущих улучшений. Подробности далее. Наверное, нет в областном центре автолюбителя, который не заметил бы изменений, происходящих в самом сердце Бреста. Здесь возводят новый путепровод. И совсем недавно, в начале сентября, водители смогли проверить прочность и гладкость дорожного полотна на одной из его частей. Безусловно, вопросы качества ставились прежде всего. Качество и надежность мостового сооружения здесь обеспечены. И это подтверждено специализмной организацией, которая дала свое заключение накануне открытия движения по новому путепроводу. Сегодня здесь готовят тротуар для пешеходов и велодорожки. Когда весь пешеходы и автомобили поток будет перенесен на новую сторону, дорожные строители приступят ко второй части Кобринского моста. Организационные вопросы, связанные с организацией работ, поставкой материала, были решены, решались достаточно оперативно. И это позволило нам сократить срок строительства по отношению к нашему графику на два месяца раньше. 1 сентября мы открыли движение. С чем это было связано? Ну, прежде всего, чтобы мы могли как можно быстрее приступить ко второй части путепровода, который будет построен на месте существующего. Он будет точно такой же, как и, вы видите, новый путепровод. И сроки, и задача наша стоит, чтобы в июне месяца 2019 года уже было полноценное движение по двум путепроводам и, в принципе, завершение работ по объекту в целом. Особое внимание обращают горожане на ход строительства пешеходного туннеля в этой части города с ее движением появление данного объекта необходимость. Пешеходный тоннель, он будет построен, вот половина тоннеля сделана, в течение, я предполагаю, в течение двух-трех месяцев будут завершены основные работы по прокладке оставшейся части пешеходного тоннеля. И предполагаю, что в июне месяце уже он будет функционировать, полноценно функционировать, и горожане смогут им пользоваться. Работы на Кобринском путепроводе идут не просто в срок, а с опережением. Но и на этом делают особый акцент строителей. Происходит это не в ущерб качеству, исключительно за счет грамотной организации работы. Если такой темп сохранится, то уже летом 2019-го здесь будет стоять новый красавец-мост. Вторая большая стройка – западный обход. Ежедневно над его созданием трудится порядка 370 человек и десятки единиц техники. Масштаб неудивителен, объект эксклюзивен не только для города и области, но и для всей страны. Сегодня тут работает своебойное оборудование. Это улица лейтенанта Рябцева, это улица Поплавского, это улица Брестских дивизий. Сегодня здесь начинается засыпка грунта на улице Брестских дивизий, между подпорными стенками к заезду на мост с левой стороны от нас. Сегодня ведется подсыпка по улице Рябцева, чтобы был заезд на мост. Сегодня монтируется, вот вы видите за мной балки Журавлева, монолитца, это с улицы Брестских дивизий. Сегодня выставляется полукольцо, это на стыке улиц Рябцева и Брестских дивизий. Введение в строй второй очереди западного обхода запланировано аккурат к тысячелетию областного центра. Работа идет в полном соответствии с планом, а значит сомневаться в том, что движение здесь заживет новой жизнью уже в следующем году не приходится. У нас есть график работы, где в графике работа четко прописана, когда что должно быть сделано. И согласно этому, ну этот график весь нацелен на тысячелетие города, как бы так. И идет полномерная работа, как со стороны нефтебазы идет движение, как вот со стороны Брестских дивизий идет движение, как со стороны улицы Брябцева идет движение, как со стороны улицы Дворникова идет движение. И вот все это к центру, к кольцу приближается. Любые строительные работы – это всегда определенные неудобства, особенно в разгар их проведения. Но к чести брестских автолюбителей, большинство готовы мириться с временными трудностями на дороге. Прекрасно понимая, с введением в строй масштабных объектов дорожное движение в Бресте перейдет на качественно новый уровень. Должно улучшиться, как бы и так в обрестовании такое сильно большое движение, чтобы там были большие изменения. Но в принципе, ну, улучшаются дорожные условия. Все, я тут пенсионер, особо не езжу. Это вот профессионалы, конечно, им тяжело. Постоянно вот ездят. А я пенсионеров внука приехал, забрал. Уже по полчаса не будем в кровке стоять. Уже будем пролетать. Конечно, разгрузят дороги. Сейчас же в Дубровке, допустим, я езжу с работы, а туда не выехать. Мы 40-50 минут стоим в пробке, потому что там все время едет поезда туда-обратно, туда-обратно. А так разгрузят дороги и будет намного лучше, конечно. Ну, может, пробок меньше будет. Часто аварии на этом мосту у нас старым были. Я думаю, конечно, все, что строится, это только на благо народа. Анастасия Стропкоид, Артбакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУГ-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. В преддверии тысячелетнего юбилея внешний облик города над БУГом заметно обновился. На смену старым фасадам и аварийным зданиям приходят новые и современные. Предприятия и организации из разных отраслей и сфер деятельности одна за другой празднуют новоселье. Уже стала доброй традицией сдавать новые объекты в канун главного городского юбилея. Сменила прописку и Брестская областная инспекция животного и растительного мира. С улицы Буденного природоохранная служба переехала в новое здание на улице Шевченко-2. Наш корреспондент Ирина Альшова приняла участие в церемонии открытия и познакомилась с новыми условиями работы сотрудников, защищающих природные богатства. Церемония открытия нового здания Брестской областной инспекции животного и растительного мира получилась по-настоящему торжественной. Поздравить природоохранную службу с новосельем приехали государственный секретарь Светобезопасности Республики Беларусь Станислав Зась, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Юрий Тертель, представитель всех силовых структур региона и руководства города. Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис отметил весомые результаты работы областной и шести межрайонных инспекций. Только в 2018 году выявлено более 530 нарушений законодательства, в том числе 320 в сфере рыболовства. Для вас созданы благоприятные условия для работы. Хорошие кабинеты, хорошие условия. Рядом река, то есть средства, которые у вас имеются для охраны животного, растительного мира, вы можете их легко использовать. Ну и для населения это также важно, что он находится не где-то далеко, на окраине города практически в центре нашего города, подъездные пути хорошие к нему. Поэтому все условия созданы. Новоселье сотрудников природоохранной службы совпало с назначением нового начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Несколько дней назад ее возглавил Иван Павлюкович. Кадровые решения – результат государственной работы по оздоровлению всей структуры. Красив, в общем-то, очистился от тех людей, которые запятнали через свой мандиро. Ни много, ни мало, а из шести начальников областных управлений изменили четырех. Уволены восемь международных руководителей организации, пять заместителей, ну и еще ряд сотрудников. Кроме того, проведены другие мероприятия, профилактические направленности по пресечению таких вот коррупционных правонарушений. Реконструкцией двухэтажного здания занимался Брестоблсельстрой. В современной новостройке площадью почти 900 квадратных метров разместились 10 рабочих кабинетов со всеми современными гаджетами, спортивный зал для тренировок и две комнаты отдыха для инспекторов. Гостям представили образцы современного оборудования, которым оснащена природоохранная инспекция. Для стоянки автотранспорта и хранения плавательных средств предусмотрены три гаража и уличные навесы. Мы должны не отставать от правонарушителей, по крайней мере, и иногда идти немножко на шаг впереди по техническому оснащению. Сегодня мы работаем в этом направлении с различными предприятиями, в основном белорусского, конечно, нашими белорусскими. Это Белома, к примеру, где мы приобретаем приборы ночного видения, цепеллозионные приборы, венокли более совершенные, усовершенственные, ну и другую технику. Мы разрабатываем на сегодняшний день нормативную базу для того, чтобы закрепить возможность для нас использования дронов. Особая ответственность лежит на сотрудниках Брестского управления государственной инспекции защиты животного растительного мира. Почему? Потому что это особый край, уголок нашей страны. Здесь вот Белорусская пуща, конечно, это особо охраняемая территория, мы должны тут надежно такую заслон выставить, что в общем-то и делается. То, какое внимание уделяется государственной инспекции, вы сами видите. И вот на сегодняшнем примере, и на примере того оснащения техники, которую они имеют, есть с чем работать, есть с кем работать, поэтому я думаю, что задача они все свои решат. Брест – это не только и не столько заводы и предприятия, дороги и дома, транспорт и стройплощадки. Брест – это люди. И когда мы говорим о достижениях города, значимых результатах, успехах и приобретениях, в первую очередь, мы имеем в виду человека, который стоит за прогрессом в той или иной области. Буквально на прошлой неделе мы рассказывали вам о почетном гражданине города, педагоге с большой буквы Светлане Николаевне Семеновой и ее вкладе в развитие системы образования. Директор лицея номер один имени Александра Сергеевича Пушкина, она руководила учебным заведением на протяжении 28 лет. Покинув свой пост, систему образования оставить она не смогла, потому что по-другому не может. Итак, знакомьтесь, Светлана Николаевна Семенова. На ее уроках скучно и неинтересно никогда не бывает. Светлана Николаевна всегда ведет уроки так, чтобы видеть и чувствовать каждого в классе. Подход к лицеистам строго индивидуальный. Здесь никогда не услышишь классическое «не болтай, не шуми, не вертись». На ее уроках камерная тишина, строгая и требовательная, но очень справедливая и открытая. Светлана Николаевна учит не только решать квадратные уравнения и находить нужные формулы, но и доброте, порядочности, ответственности. В ответ – полное доверие и любовь лицеистов. Потрясающая женщина, потому что она обладает и строгостью, она может и похвалить, и пряником накормить. Вот, потому что, знаете, раньше как-то к школе относился не так ответственно, был какой-то расхлябанный, несобранный. А сейчас, вот, готовишься, ответственнее намного ста к этому подходить. Она никогда не заставляла, она нас мотивировала на учебу. Всегда, даже шутками где-то, всегда мы хотели это делать, нам всегда было интересно, нам всегда были интересные уроки. У нее на уроках чувствовала себя сила, вот, было как-то страшновато, но вот было не настолько страшно, что прямо сбежать, а хотелось учиться дальше, еще больше, больше. Да, и она так вдохновляла, хотела еще больше выучить, чтобы она сказала «молодец». Многочисленные успехи Альма Матер, экс-директор, посвящает лицеистам и коллегам. Более двух тысяч побед на районных этапах Олимпиад, порядка 800 на областных, немало республиканских достижений, но особого внимания заслуживают завоеванные первые места на международных Олимпиадах. За историю существования лицея их три. Благодаря большой и дружной команде Семеновой, Пушкинский лицей является одним из самых элитных учреждений образования страны. Все шло по развитию, по поступающей. На месте не отоптались. Как я говорю, поэтому ни сил, ни здоровья мы на сберкнижку не откладывали, как я сказала уже, и на пенсию не хранили. Отдавали все полностью. И поэтому, наверное, эти результаты. И еще для того, чтобы вот все это сделать и получить результат, надо просто любить свою работу. Не хочется подвести, потому что доверие, которое оказано, конечно, его хочется оправдать. Вот. Ну и команда, в которую я вошла, она же и будет главным судьей. То есть перед своими же коллегами, перед Светланой Николаевной не хочется упасть в грязь лицом. Светлана Николаевна все время несет и несла новые идеи. Поэтому, конечно, всегда было что-то новое. Лицей всегда жил новыми идеями, новыми технологиями, передовыми технологиями. Ну а то, что неизменно, это наши традиции, это наш лицейский дух. Об этом говорят все, не только мы, это говорят и выпускники. Это то, что нас всех объединяет, это то, что приводит обратно в лицей на встречу выпускников наших детей. Честование заслуженного учителя Беларуси, почетного гражданина Бреста, состоялось в последний летний день в администрации Московского района города. С теплотой и слезами на глазах, со словами благодарности за многолетний труд и искренними пожеланиями. Таких людей, как она, которые зажигают своим просто жизненной энергией, своим энтузиазмом, очень мало. И я надеюсь, что она еще и долгие годы будет делиться своим опытом, потому что тот бесценный, богатый опыт преподавательской работы и руководства лицеем не должен пропасть. Просто это пример для подражания. Светлана Семенова – это определенного рода явление в образовании, в педагогике. И мы понимаем сегодня, душой и сердцем понимаем, что Светлана Николаевна приняла определенное решение, свое решение. Она не уходит из педагогики, но она перестает руководить ведущим учреждением образования в республике. И ведущим она стала с ней, с ее командой, с ее учениками. И как пойдет дальше этот корабль, зависит уже от ее учеников, в том числе и на месте руководителя. Она подставит свои хрупкие, но тем не менее сильные плечи новому руководителю. Она не забудет свое детище, будет помогать ему во всем. И вместе с новой командой, вместе с Ланой Николаевной, лицей зазвучит по-новому, свежо, креативно, но, как всегда, уверенно. И все же сохранит, я даже уверен, что он сохранит звание лучшего в республике. Сегодня лицей номер один имени Пушкина находится в режиме республиканского эксперимента по созданию новых учебных программ, которых на данный момент пока нет в системе образования Беларуси. Светлана Семенова остается помогать родному коллективу в организации научно-методической работы, исследовательской и экспериментальной деятельности. Надо просто любить свою работу. Я ее люблю безумно. Я безумно люблю детей. Мне совершенно не страшно расставаться с должностью директора. Мне страшно остаться без детей. Вот их глаза, их энергия, их взгляд, который дает силы, вот он и продлевает, наверное, эту возможность долго работать, когда видишь и чувствуешь, что ты еще нужен и ты можешь помочь. Виктория Саченко, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Итоги недели. И в завершении выпуска о спорте. Три дня вода Брестского грибного канала кипела от накала эмоций. В девятый раз здесь прошли республиканские юношеские старты. В программе открытого первенства Брестской области погребли на байдарках и каноэ на призы почетного гражданина города Бреста, олимпийского чемпиона Сергея Макаренко. На соревнования съехались 200 юных байдарочников и каноистов из спортивных школ Брестской и Гродненской областей, а также из трех уголков Украины. Изюминкой турнира стало присутствие на состязаниях Сергея Макаренко, каноиста, который в паре с Леонидом Гейштором в далеком 1960 году завоевал первую белорусскую олимпийскую медаль высшей пробы. Съемочная группа Бук-ТВ следила за ходом соревнований. О результатах выступлений и ярких моментах общения молодых атлетов с легендой белорусского спорта расскажет Ирина Альшова. Девять лет назад по инициативе нашего земляка, олимпийского чемпиона по гребле на каное Сергея Макаренко и при поддержке Брестского представительства Национального олимпийского комитета в республиканском спортивном календаре появился новый турнир. С тех пор легенда белорусского спорта ежегодно приезжает на соревнования, чтобы своим примером мотивировать гребцов. Сейчас гребля номер один в нашем футболе. У нас 14 олимпийских чемпионов. Ни в одном виде спорта столько олимпийских чемпионов. Нет. Медали больше есть, а количества людей нет. Мы гордимся этим. Я горжусь, приезжая с удовольствием в Брест на соревнования, которые проводятся здесь, на любые соревнования, в том числе турниры, которые в моем имени. Вот я с удовольствием приехал и сегодня. Турниры на призы олимпийских чемпионов – это в отдельной категории, я бы сказала, потому что, а если еще их посещает сам олимпийский чемпион, как вот здесь мы видим, то я думаю, что это двойной, это и тройной праздник. Это колоссальная идеология. Сюда заложена большая воспитательная функция. И большое спасибо нашему олимпийскому чемпиону, что он, находясь живя в Минске, еще не пропустил ни одного из девяти. Республиканские соревнования в программе открытого первенства Брестской области по гребле на байдарках и каное собрал 200 юношей и девушек из Минской, Брестской и Гродненской областей, а также грибцов из Украины. Эти состязания – своего рода итог соревновательного сезона. В этом году у нас медали были с первенства Европы. Среди юношей и девушек до 18, до 23 лет. Поэтому результаты хорошие. В республиканских соревнованиях мы тоже занимаем передовые позиции. Второе место у нас удерживаем уже третий или четвертый год подряд среди школ Олимпийского резерва. Поэтому соревнования у нас как бы... Спортсмены выступают хорошо. Атлеты соревновались на трех дистанциях – 200, 500 и 1 тысячи метров. Несмотря на юный возраст, а в турнире принимали участие грибцы от 13 до 16 лет, конкуренция между спортсменами развернулась нешуточная. Эти соревнования для меня не впервые, получается, на них гоняюсь. Это уже второй год, как я гоняюсь на них. Ну и соревнования достаточно-таки важные. И как бы хочется показать результат. Тут довольно-таки сильные соперники. Считаю Пинск, Брест, так как сам тренируюсь довольно-таки сильными ребятами. И конкуренция будет, конечно же, немаленькая. Мой тренер хочет, чтобы я добилась результата. И он хочет, чтобы я сама понимала, что это нужно мне, а не моему тренеру. То есть я должна трудиться ради этих соревнований, ради всех соревнований в соревновательном сезоне. То есть добиться определенного результата, то есть выступить, занять достойное место. Завершился Брестский турнир встречей первого белорусского олимпийского чемпиона Сергея Макаренко со спортсменами и тренерами. Молодежи показали фильм о легенде белорусской гребли. А сам Сергей Лаврентьевич рассказал ребятам о своих победах и завоевании золотой медали в паре с гомельским каноистом Леонидом Гейштером. Наш земляк ответил на вопросы юных спортсменов и вручил авторам лучших вопросов сувениры и фотографии с автографом. Я думаю, что надо проводить эти встречи, чтобы дети знали, что происходит вообще в окружающем мире или чтобы дети учились чему-то новому и развивались. Мне понравилось больше то, что Сергей Макаренко уже много чего заевал и учит чему-то сейчас других детей. Ирина Альшева, Павел Малошонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67, мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Ближайшие дни. Погоду Беларуси в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. В воскресный день в Бресте будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений юго-восточной ночью в течение дня сменится на северный умеренный. Минимальная температура воздуха составит 13-15 градусов, до плюс 21 прогреется воздух днем. 10 сентября погоду в областном центре обусловит атмосферный фронт, смещающийся с территории Украины. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков и умеренный северный ветер. Будет достаточно тепло, до 16 градусов ночью, до плюс 24 прогреется воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин